Мир без политики Для того, чтобы построить новый мир изобилия и мирной жизни, нужно отстранить всех политиков от власти и все механизмы управления передать ученым. Ученые, по мнению Жака Фреско, смогут принимать решения, в отличие от политиков, руководствуясь не эмоциями и идеологическими штампами, а холодным расчетом и научным методом. В дальнейшем ученых неплохо бы заменить компьютерами с искусственным интеллектом и автоматизировать все процессы управления и производства. Так мы сможем превзойти порог вычислительных возможностей мозга и полностью избавиться от человеческого фактора, считают сторонники проекта Венера. Людей в правительстве не будет. Чем раньше мы уберем людей из правительства, тем лучше. Я, честно говоря, вижу рискованным передачу всей полноты власти искусственному интеллекту. И не потому, что я боюсь восстания машин, как в Терминаторе или Матрице, а потому, что это действительно технически сложно. Представьте себе, у вас все управление производством и распределением сосредоточено в одном суперкомпьютере. И он в один прекрасный день делает вот так. Однозначно, даже при переходе на полностью автоматизированные системы, компьютеры смогут принимать типовые решения и реагировать на проблемы в зависимости от ситуации. Но ответить адекватно на очень нетиповые ситуации они вряд ли смогут. Таким образом, у нас небольшая группа людей будет заниматься контролем машин, их ремонтом, прошивкой, написанием дополнительных программ по мере возникновения новых технологий и новых товарных групп. Таким образом, у нас гипотетически сохраняется возможность ошибки. Также у нас сохраняется субъективная человеческая составляющая. К примеру, новая технология не может быть внедрена единовременно везде. Где-то она появится раньше, а где-то позже. Соответственно, должен быть какой-то совет ученых, который будет контролировать, чтобы приоритетность внедрения определялась научным методом, а не доводами в стиле «А я вот в этом круглом городе родился, давайте с него начнем». Соответственно, у нас политическая составляющая не уходит полностью, даже в таком идеальном обществе будущего. Но о далеком будущем говорить дело неблагодарное. Как показывает практика, чем дальше мы заглядываем в будущее, тем больше у нас шанс ошибиться. Давайте с вами говорить о настоящем и о тех изменениях, которые мы можем сделать уже сегодня. Что будет, если убрать всех политиков, а полноту власти передать ученым? Главная проблема такого сценария состоит в том, что наука сама по себе не способна генерировать цели. Наука создает инструменты для выполнения поставленных целей и задач. Сами цели же не могут быть сформированы научным методом. К примеру, ученые научились расщеплять атом, но само по себе это открытие не дает ответ на вопрос, как его использовать. Как использовать это знание? Построить атомную станцию или создать атомную бомбу – это уже решают политики. Наука – это только инструмент для реализации целей. Это как хирургический нож. В руках врача он может спасать жизни, в руках маньяка – отнимать. Нельзя сказать, что проект Венеры – это научно продуманное устройство мира, а рыночная система, в которой мы с вами сейчас живем, нет. Владельцы корпораций вовсю используют научные методы управления и планирования. Минимизируют расходы на производство и транспортировку своей продукции, чтобы увеличить свою прибыль. В области экономики ученые уже почти 100 лет придумывают все новые и новые способы продления рыночной системы и минимизации последствий кризисов перепроизводства. Вооружение передовых стран сделано при помощи научных методов. Ученые трудятся не покладая рук, чтобы сделать затраты на производство военной техники меньше, а поражающую способность больше. Может показаться, что наша система образования создана дилетантами, но это не так. Она, так же как и все остальное, разработана высококлассными специалистами в области педагогики и психологии. Наша образовательная система идеально выполняет поставленные перед ней задачи. Выпускает из школы людей достаточно глупых, чтобы разобраться во всех махинациях политиков и потребовать немедленного изменения системы, но достаточно умных для того, чтобы выполнить все необходимые трудовые операции. Может показаться, что политики не знают, что творят и руководствуются в своей деятельности эмоциями, но это тоже неверно. Их эмоции, которые они показывают на публичных выступлениях, хорошо просчитаны и выверены психологами. Их решения базируются на холодном расчете и цифрах, а затем уже на ТВ и других СМИ они прикрываются моральными мотивами, лозунгами, выкриками. Мы живем с вами в эпоху широчайшего применения научных знаний, но проблема в том, что эти знания применяются для того, чтобы выполнять цели и задачи, поставленные олигархией, для защиты их интересов, а не интересов большинства трудящихся планет. В начале 60-х годов 20-го века СССР встал перед очень трудным выбором. Дело в том, что те системы управления плановой экономикой, которые позволили догнать передовые страны в 30-е, которые позволили победить в войне противника превосходящего по экономическим ресурсам, устарели. Во много раз возросший ассортимент товаров затруднял планирование, делал этот процесс чрезвычайно трудоемким и долгим. Быстрыми темпами вводились все новые и новые технологии. В производство поступали все новые и новые машины, что приводило к тому, что почти утвержденный план приходилось переделывать, все расчеты корректировать. Часть ученых предложила решить эту проблему путем уменьшения планирования, децентрализации экономики, увеличением самостоятельности предприятий и внедрением экономических методов саморегулирования. Группа ученых во главе с директором Института кибернетики Виктором Глушковым предложила альтернативный вариант решения проблемы – ОГАЗ. ОГАЗ – система автоматизированного управления экономикой, основанной на принципах кибернетики, включающей в себя вычислительную сеть, связывающую центры сбора данных, расположенные во всех регионах страны. Модель предполагала замену всего аппарата управления экономикой сетью автоматизированных центров. В результате был принят первый вариант реформы, который привел СССР к реставрации капитализма и к раху. Если бы не политический расклад сил в ЦК КПСС, который сложился к 1965 году, возможно, многое из того, о чем писал Жак Фреско, было реализовано у нас в стране уже сейчас. Поэтому не спешите всю работу свалить на ученых или компьютеры. Разбирайтесь в политике, участвуйте в управлении. Помните, что без вашего участия в вашу пользу ничего не решится. У меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. До новых встреч!